Я вас, конечно, изрядно напугал, но вы должны понять, теперь это заметно даже для духовно незрячего человека, что мир трещит по швам, и ничего хорошего будущее не сулит тем, кто не видит или не чувствует во всем происходящем руку Творца и продолжает наблюдающиеся события на планете, а точнее преображение пространства упорно причислять к разряду случайных событий. В этой ухудшающейся с каждой минутой для людей неверия обстановке нет ничего случайного. Приближающиеся сроки наступления максимума квантового перехода только подтверждают начало великого преображения, смену эпох, а ваше малоизменяющееся сознание превратило собственную жизнь в цепь физических недугов, периодически возникающих в биологической оболочке человека. Должен заметить, что все люди на Земле, а не только в России, начинают испытывать необъяснимые и постоянно нарастающие болевые ощущения непонятного для современной медицины происхождения. Эти болевые ощущения переходят затем в состояние полного недомогания, провоцирующего нервные срывы, позднее превращающиеся уже во взрывы человеческой агрессии, направленные не только на близкое окружение, но и на социальные и политические институты власти, что подтверждается событиями на Востоке. Как я вам уже говорил в прошлой диктовке, самым лучшим лекарством от всех этих бед и недугов может быть только одно, и это проявление человеком перволюбви ко всему окружающему его пространству, включая и свое окружение. Вы уже знаете, что перволюбовь есть творец, а значит есть искренняя вера человека и каждодневное самосовершенствование, заключающееся в постоянном самоконтроле и очищении собственных мыслей до чистоты Божественного Света. Я вам не могу дать никаких других рецептов для вашего духовного выздоровления, кроме необходимости в каждодневном самосовершенствовании, ибо корни всех ваших проблем и болезней находятся в вас, в глубинах вашей бездуховности и неверия. Вы уже очень много инкарнаций перестали чувствовать свою духовную связь с Творцом, и эта пропасть между Творцом и его творением особенно увеличилась в современном урбанизированном обществе, в котором основой эволюции человеческого сознания стал научно-технический прогресс. Вы уже достигли такого уровня фундаментальных знаний, который подтверждает, что ничего не пропадает или исчезает в этом мире бесследно, а только накапливается в информационно-энергетической матрице пространства, в этом банке данных эволюции вечности. Некоторые из продвинутых людей уже сейчас имеют возможность заглянуть в эту библиотеку и увидеть там знания, а точнее подсказку, накопленные за миллиарды лет эволюции пространства, и не только этой планеты, и этого галактического пространства. Эти знания позволяют им понять и объяснить великую цикличность эволюции многомерного пространства и смысл того, что ожидает вашу планету. Я уже говорил вам не один раз, что все есть энергия. Причем, принимая эту информацию за истину, вы должны понимать, что энергия есть единое пространство, состоящее из огромного разнообразия уровней и частот энергетических полей, но объединенный в единый мир встречных волновых потоков вечности. Человек тоже является полевой энергетической структурой. Вокруг него тоже все есть энергия. Поэтому человек не должен думать, что пространство его существования ограничено только рамками плотного плана, пространство энергии низких частот. Люди, я говорю о большинстве населения планеты, пока не в состоянии увидеть многомерность и одновременно сложность структуры мироздания. Поэтому они пока просто должны поверить мне и принять тот факт, что пространство вокруг них представляет собой многомерную энергетическую бесконечность, в которой параллельно и одновременно сосуществуют, не мешая и не пересекаясь между собой, разные по частотам вибрации уровни существования иных частиц и форм высшего разума, включая и людей. И если вы еще не можете видеть полную картину мироздания, то это совсем не значит, что многомерного и многоуровневого божественного пространства не существует. Но вы должны знать, что существуя, проявляясь в этом пространстве, занимаете лишь определенный энергетический уровень, определяемый степенью совершенства вашего сознания. Я забочусь о вашем совершенствовании потому, что вам просто необходимо срочно подготовить себя, свое сознание не только к новым видам энергии высоких монат, но к возможности правильного видения этого многомерного пространства. Вы помните, а я вас предупреждал, о том, что вам посчастливилось жить в эпоху великих перемен, ибо еще при жизни, чего еще никогда не происходило с прошлыми поколениями людей, в этом проявлении вам предстоит стать участниками великого преображения пространства и увидеть многомерность этого энергетического мира своими глазами. Вам необходимо начать готовить себя к этому преображению уже сейчас. Вам необходимо тренировать свое внимание, ибо вы должны быть готовы, и никто за вас этого не сделает, почувствовать свое соответствие этим эпохальным изменениям. Чувствовать или почувствовать – значит быть постоянно в гармонии с самим собой, и, конечно, с Создателем, и никогда не противоречить, и никогда не сопротивляться этому преображению. Пожалуйста, отпустите себя. Вам нельзя сопротивляться повышению частоты вибрации пространства. Заставьте свой ум не тревожить вас сомнениями и попытками найти научно обоснованное объяснение и логику происходящих преобразований. Не дано вашему уму судить о том, что справедливо, а что нет. Пустые рассуждения на тему превратности судьбы людей и даже целых народов для неподготовленного сознания, как правило, ни к чему хорошему, не приводят. Вы ведь продолжаете постоянно искать виноватых в этой вечно эволюционирующей объективной реальности. Вы будете продолжать искать их и во всех институтах власти, включая чужие религиозные представления. Вы будете продолжать обвинять всех и каждого, кроме самих себя. Обвинять же человеку совершенно некого, кроме самого себя. Ибо если его сознание спит или, хуже того, просто духовно деградирует, то чего можно ожидать от такого человека, кроме необузданной злобы и ненависти к окружающему божественному пространству? В этом возбужденно-негативном состоянии человек представляет собой идеальную возможность для темных сил, и особенно для серых, подпитываться его божественной энергией творчества, дарованной Создателем. Темные силы питаются энергиями вашего духовного потенциала, оставляя в плотном плане после такого энергетического вампиризма уже не творческих божественных сущностей, а биороботов, обреченных на самоуничтожение. Моя настоятельная просьба – загляните внутрь себя. Занимаясь совершенствованием самих себя, вам необходимо постараться услышать мелодию, ритм каждой отдельной клетки вашего организма, созданного мною в великой перволюбви к своему творению, представляющего собой пример божественного совершенства. Многомерное пространство, окружающее вас, совершенно, а это значит, что и вы тоже есть совершенство, но самостоятельно вам никогда не создать такую же, как вы сами, универсальную многоуровневую сущность, способную творить на уровне сотворца. Человек, кроме как естественным способом размножения, никак не может сотворить свое фрактальное подобие, ибо сотворить себя может только Творец, а человек, да и то, к сожалению, пока только единицы, лишь поднимается до уровня сознания сотворца. Вы все время ищете истину на стороне, и совершенно напрасно. Прошу вас, не смотрите на звездное небо впустую. Разгадка всех тайн, а значит и всех проблем быта, сокрыта в вас самих. Когда вы перестанете гоняться за мамоной и судить о людях по их материальному достатку, вот тогда мир, а я позабочусь об этом, откроется вам всеми гранями своего совершенства. Первое, что вы должны сделать для своего очищения, так это перестать сопротивляться проходящей эволюции пространства и перестать искать какое-либо научное объяснение происходящим преображением. Вы должны выбрать путь по течению, вписывая себя как энергетическую сущность в эту эволюцию. Слушайте себя очень внимательно, сосредотачивайтесь на подсказках своего внутреннего «я». И поверьте, когда вы услышите новую мелодию, новый ритм космоса, тогда вы услышите и музыку перволюбви Творца, «Вы поймете, наконец, почему я оставил вас в этом пространстве и поручил вам поддержать своим совершенствованием божественную музыку перволюбви». Расслабьтесь, ведь вы есть Боги. На своем уровне многомерного пространства вы способны творить новый мир. Я понимаю, что мир сложен для вашего восприятия, но его сложность и многомерность при вашем кропотливом промысле обязательно откроется для вас совершенством строения, а значит, раем небесным, в котором воля Творца и воля Его творения совпадают и находятся в полной гармонии. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова